На первом месте времяпрепровождения белорусов – релакс на природе, как возможность отдохнуть и восстановить силы. В топе рыбалка, охота, сбор грибов, ягод. Особое место в сердцах – дачный курорт. Для тех, кто не готов сидеть на месте, всегда пожалуйста. Экскурсии по историко-культурному наследию города, страны или мира. Путешествуем семейщеповищи, чагиринка, водохранилища разные. Мы все выходные в пятницу, ездим исключительно назад. Ездим каждое лето с палатками на дня 3-4. Ездим на Чагиринку, ездим на Сиповичевскую. Мой отдых с родителями – это путешествие по Беларуси, достопримечательностям городов. Идеальное лето – это дома у мамы. Вот мы и проводим, приехали из России, отдыхаем здесь, наслаждаемся городом Бобруйском, гуляем. Все очень атмосферно, красиво. В жаркий период горожане буквально сметают с прилавков все сезонные аксессуары. Мечи, бадбинтон на столке. Атрибутов для отдыха на природе в изобилии. Любой ритейл к сезону выставляет все необходимое для безопасного и качественного релакса. Пляжный сезон у нас очень хорошо покупают лежаки пластиковые и зонты. Также имеются к ним подставки. Все это покупается. Имеются и гамаки, и садовые, и подставки для гамаков. Важно организовать все так, чтобы не набрать лишнего. В противном случае все придется тащить на себе или, напротив, просчитаться и остаться голодными. А после водных процедур, как известно, всегда приходит аппетит. Большой ассортимент товаров для выезда. Есть термопакеты, есть сумки-холодильники для того, чтобы можно было уложить еду, которая не портится в данный момент. Есть много товаров для пикника. Есть решетки, грили, есть большой ассортимент товаров, одноразовые посуды. Меню в походе должно быть из продуктов, которые имеют небольшой объем и вес, чтобы было легко брать с собой на любую вылазку без боязни, что они испортятся. К тому же лучше брать то, что насытит организм полезными веществами и необходимыми белками, жирами, углеводами. Стандартный комплект – плов, уха, арбуз, шашлык. Пользуются спросом, конечно же, овощи, зелень, фрукты, арбузы, дыни, персики, нектарины – сейчас сезонный товар. Мясные продукты, конечно, в дорогу лучше брать консервацию, тушенки, консервы. Идеальный отдых, в частности, для мужчин нельзя представить без рыбалки. Всё-таки рыбная ловля – это в первую очередь поездка за город. Вокруг леса, поля. Именно наедине с собой появляется возможность абстрагироваться от окружающих проблем и почувствовать течение жизни. Можно без суеты привести свои мысли в порядок. Если любители порыбачить на так называемую белую рыбу, то это всякого рода прикормки, лески, крючки. У любителей поохотиться на так называемую хищную рыбу, в топе будут воблеры, блёсны, различные груза. Как бы прекрасно вы ни отдыхали, не стоит пренебрегать и безопасностью. Остро стоит проблема – отдых в алкогольном опьянении. Такая ситуация может повлечь за собой административную ответственность и негативные последствия. Сотрудники милиции посещают и запрещенные места для купания граждан. Купание в запрещенных мест, рек, озер или иных водоемов влечёт наложение штрафа в размере от одной до трёх базовых величин. В 2024 году в Могилёвской области определено 61 место отдыха у водных объектов с организацией купания. На сегодняшний день в республике погибло почти 200 человек. Берут пример друг с друга, пытаются друг друга пародировать. И, как мы видим, порой такие пародии, такое поведение заканчивается трагично. Поэтому именно с такой категорией детей, с подростками мы чаще стараемся видеть, проводить с ними мероприятия. Мировые исследования показали, 59% респондентов предпочитают расслабляющий вид отдыха. При этом активность посещения множества различных мест выбрали лишь 35% участников. Шесть из запрошенных не определились с предпочтениями. В целом, у женщин и мужчин почти идентичные интересы. А самые актуальные локации – Дубай, Грузия, Турция, Абхазия. Елизавета Житкова, Максим Калинин, Бобруськ, 360.